Так, ребятки, всем привет по поводу техосмотра в Румынии. Значит, смотрите, кто не знал, Румыния буквально недавно ввела новые правила по въезду авто на украинской регистрации и начали требовать техосмотра. Эта информация распространилась буквально по всем чатам, ну вот недавно, там неделя-две назад. Ну и до сих пор люди тоже переживают по этому поводу. Вот, то есть чаты там болгарские, румынские, молдавские, ну то есть все вот ближайшие страны. Вот, мы тоже переживали, потому что мы ехали, получается, из Грузии в Польшу и нам надо было как бы выбирать, либо мы поедем Болгария-Румыния, либо мы поедем Болгария-Сербия. Вот, что хочу сказать, значит, какая ситуация на данный момент, это уже то, что, скажем так, проверено, да, то есть получается мы проехали Румынию, вот мы транзитом, да, то есть мы со стороны как бы Болгарии транзитом через Румынию и потом на Венгрию, да, мы проехали вообще абсолютно без никаких проблем. То есть никто у нас не спрашивал техосмотр ни на въезде в Румынию, ни на выезде с Румынии. Но, опять-таки, мы ехали вот таким маршрутом, то есть на сегодняшний день требует техосмотр конкретно с тех людей, которые едут на украинских машинах непосредственно с Украины и те, кто едут с Молдовы. Вот тоже с Молдовы, кто заезжали на украинских в Румынию, там тоже с ребят как бы требовали ТО. Вот, ну и пока, в принципе, это логично, потому что если вы, допустим, едете с Украины, то у вас как бы проблем никаких нету заехать, ну, я имею в виду перед выездом в Украине сделать техосмотр, да. А те люди, которые находятся где-то вот за границей, как мы, допустим, были в Грузии, то это, конечно, проблематично, потому что в том же Батуми, то есть я заезжал, узнавал на несколько фирм, которые занимаются техосмотрами, и именно на украинские номера никто техосмотр сделать не может. То есть выход из ситуации какой? Выход либо его делать в Украине, либо, ну, а, ну, в Румынии, кстати, кто в Румынии живет, то вроде как люди начали записываться, то есть в Румынии техосмотры делают, ну, очень большие очередя. Вот. Плюс была информация проскакивала, якобы пока что будут штормить только тех, кто едут непосредственно с Украины, потом, опять-таки, не знаю, правда-неправда, будут уже дергать и всех остальных, то есть те, кто будут и транзитом проезжать, да, хотя как бы, ну, как-то, ну, не сильно логично, не знаю. Вот. И якобы там поляки, еще какие-то страны, то есть, типа, все хотят вот вести такое требование, ну, пока не знаю, пока вот только Румыния и только, скажем, на выезде с Украины и Молдовы. Вот на данный момент сейчас такая информация. Поэтому кто едет, скажем, транзитом вот с других стран, как мы, то, в принципе, я думаю, пока переживать не стоит. Ну, я же говорю, у нас никто ничего не спрашивал. Вот. Но если кто-то, не знаю, там, вдруг захочет сделать себе украинский техосмотр за границей удаленно, скажем так, да, то такая возможность тоже есть. Поэтому надо оно или не надо, это уже решайте сами. То есть я просто для себя лично все это узнал, как бы, предварительно, на всякий случай, да, потому что, я же говорю, я в Батуми подъехал, никто не делает. Ну, какой выход? То есть через Сербию я ехать, допустим, не хотел. Ну, как-то стрёмно. Хотя через Сербию тоже есть люди, которые ездят, и все нормально. Соответственно, уточнил, как бы, по своим каналам удаленно сделать можно. Но я не делал, то есть я же говорю, проехали вот так вот. Но если кому-то надо будет, то такая возможность есть. Как обычно, соцсети свои, там, контакты оставлю в описании. Поэтому, если что, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь всегда актуальна информация по автомобильной тематике, по пригону, подбору, всему остальному. Делайте репосты, скидывайте своим друзьям, кто там переживал, да, вот, во всех этих чатах. И мы тоже там переписывались, все это уточняли перед выездом. Потому что, ну, понятно, отправляйся такой маршрут, и стрёмно, как бы, там, где-то не пустят или еще что-то. И потом хрен его знает, что его делать. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Спасибо всем за просмотр. С вами был Андрей, канал Джонас Киев. На связи, увидимся, счастливо, пока.